Привет всем! Я Даша и сегодня буду рассказывать о двух книгах. И начну я в порядке, так сказать, про чтение. Первая книга — это Билл Брайсон «Краткая история почти всего на свете». Впервые познакомилась с этим автором с книги «Краткая история быта и частной жизни». Это интереснейшая книга. Мне, как историку, любителю, очень было интересно, потому что там рассказывалось именно то, чем мы привыкли пользоваться в бытии, то, что для нас является собой подразумевающимся и вполне естественным. Мы это воспринимаем как должное. Там рассказывалось, как это всё развивалось, как это впервые возникло, из чего всё это так получилось, кому пришла первая мысль сделать вот так-то, а кто её популяризировал и так далее. Совершенно, абсолютно любившись в эту книгу. Я взялась за другую его, потому что я, когда стала о ней, узнала информацию о сети, то везде, абсолютно на всех углах кричали, что «Вау, там, как ты называешься?» «Краткая история почти всего на свете» — это вообще без цели, это то, что нужно читать обязательно каждому человеку. Это совершенно какая-то уникальная, шикарная, потрясающая вещь. Я думаю, да, надо, потому что я влюбилась в ту книгу, и мне хотелось прочитать, конечно, что ещё он написал. И, ну, не то, чтобы я разочаровалась, но я гуманитарь. И так никогда не полюбилась, потому что мне интересная история. А здесь собраны общенаучные факты, то, что мы изучаем в школе, но подано более простым языком — химия, физика, астрономия, геология, антропология. Всё вот это вот. И я ничего его не поняла вообще. Вот это я, конечно, поняла, но... И получала удовольствие от чтения, как-то ни странно, но при этом процент того, что я поняла, был крайне мал. Я тупая. Как пишет сам автор, «Казалось, среди авторов учебников существовал широкий таинственный сговор, дабы изложение ими своего предмета даже на самую малость не приблизилось к области интересного». Ну что ж. Билл Брассон, в принципе, исправил эту ошибку. Читать его было интересно. Но, перед мне, я всё равно мало что поняла. Она, как я уже сказала, я, видимо, глупая. И вторая книга, о которой я сегодня расскажу, я её прочитала буквально вчера, и я просто до сих пор на эмоциях до такой степени она меня впечатлила. Это «Глория Му» по сценарию Бориса Акунина. Детская книга для девочек. Ладно, она не видна, она маленькая. Что тут скажешь? Все знакомы с Фондолиным, но не который Рас Петрович, а который его потомок, который живёт в Москве, и я забыла, как его зовут. Николай. Николас. У него есть дети, у супруги. Историю их знакомства можно почитать. Нига Акунина. Что-то там, бла-бла-бла. И Алтын-Талабас. Сказала, название называется. И у них есть дети. Кажется, я только что сделала спойлер. Упс. Так вот. Девочка у них попадает в одно приключение. И об этом самом приключении и повествует эта книга. Написана совершенно уникальным, изумительным языком, который мы так хорошо знаем. Мы почитатели Акунина. И всё так любопытно и интересно написано, что я прочитала эту книгу буквально за один день. Я просто не могла от неё торваться. У меня были другие куча дел, которые надо было совершить, сделать. Мне стало всё равно. Главное, вот эта книга. Она была в центре моей вселенной личной. И мне надо было её прочитать. И я это сделала. И я спешу об этом рассказать. В общем, не смущайтесь, что тут написана детская книга для девочек. Конечно, ребёнку тоже очень сильно понравится. И он полюбит на всю жизнь просто. И, возможно, у него даже возникнет интерес к своей родословной, что очень хорошо. Ну и вы не пугайтесь этого, потому что взрослые будут тоже в восторге. Вот я взрослая, я не девочка, и я в восторге. И это я не потому, что я поклонница Акунина, а потому, что книга действительно написана просто потрясающая. Вот. Так что, казалось бы, две такие разные книги. Но я вам рекомендую её хобби, несмотря на то, что это я всё-таки не поняла. Но я не человек науки. На сегодня всё. Пока. До скорых книг.